У этого небольшого ковра большая история. Две его половинки мать дала дочерям, которых разлучил геноцид армян. Спустя 50 лет ковер помог им найти и узнать друг друга. Это лишь один из экспонатов огромной коллекции Мегирян Карпет. Больше века назад компания была основана в Нью-Йорке. Сегодня в Армении это не только музей, но и цех. Ковры здесь ткут и хотят созрадить армянскую традицию. Мегиряны поставили перед собой церп, поменять персидские ковры в наших церквях на национальные армянские ковры. На создание каждого шедевра уходит много времени. Здесь ткут ковры невероятных размеров. Один из них сейчас как раз в процессе. Этот ковер делают специально по заказу Карабахской церкви. Работа длится уже три месяца, а для того, чтобы закончить, понадобится еще год. Некоторые ковры здесь делают в подарок. Этот, например, для Джорджи Амаль Клуни. Такой же ковер мегиряны дарят всем знаменитостям, которые внесли вклад в развитие Армении и в признание геноцида. Похожий ковер мегиряны подарили сначала Шарли Азнабуру, затем Папе Римскому два года назад, когда он был в Армении. Под одной крышей в мегирян карпет не только искусство ковроделя, но и настоящая армянская кухня. Шеф-повар Артаваса Руханяна угощает блюдом тюмур. Его основа – свежий хлеб и топленое масло. Здесь и масло – масло, и хлеб – хлеб, да? Можно тоже ряженьку сюда добавить, можно зелень чуть-чуть покрошить. И получается очень интересное блюдо. Питательное. С утра вот это блюдо съесть и пойти на работу, весь день пройдет хорошо. Хлеб пекут тоже здесь, в Тандыре. Издревле армяне придавали большое значение этому месту. Это было святое место. Вот наш Тандыр именно отличается тем, что он ровен с землей. И как бы с ними неудобно работать, да? Каждый раз надо нагибаться. На самом деле не нагибаться, а поклоняться надо, потому что он олицетворял солнце на земле. Сесть у Тандыра, укутаться в ковер и вкусить свежий хлеб – мечта любого армянина.